Еду в дурус по делам, и вот змею кто-то сбил на дороге, она ещё живая. Блин, так жалко вообще, но я её не уберу, к сожалению. Дети дома остались, ждут меня, хотим на море пойти. А тут всё уже затянуто, так, наверное, гроза будет. По улочкам голем, а мы идём пешком в Черет. Идти буквально 2 километра, и там есть очень хорошие пляжи, которые ещё не заставили этими ужасными шезлонгами. Здесь всё в торговых рядах, вот в таких бесконечные магазинчики, пляжные товары. Кафешек очень много. По пути встречаются вот такие отели, всё зелёное, это уже Мали и Робит. Кемпинг, я люблю кемпинги. В Мали и Робит есть небольшой аквапарк, но он почему-то ещё до сих пор не работает, не открылся. От нашего дома из Голема сюда в Черет идти буквально 25 минут, пешочком медленно с Алисы. И вот здесь вот такой пляж, пусто, шезлонгов нет. Хорошо. И даже можно найти где-то теневые участки. Там есть сосны и пару зонтиков. Принято решение, остаёмся здесь сегодня. А в другую сторону вот так. Там тоже шезлонги и сосновая роща. Здесь сдаются вот такие вот небольшие виллы. Не знаю, живёт кто-то или нет, вроде никого. Сейчас надуем на рукавнике и пойдём плавать, да? А вот напоминает мне Гоа. Не пойму почему, пальмы эти, берег такой же. Мы нашли крабика, но он уже, по-моему, не очень живой. Пальмы, сосны, здесь хорошо. Здесь снесли какой-то отель. И, возможно, расчистят и будут что-то строить. Ух ты, какую ты шишку нашла огромную. Ну, покажи. Ничего себе. Алиса мне принесла. Эти домики давно не жилые. Я так думаю, что это, наверное, виллы от этого разрушенного отеля, которые остались. Но внутри там всё осталось, как было. Номер немножко такой запущенный. А ещё маленькие птички такие красивые, похожие на ласточек. С виллы вот здесь гнездо. Здесь сосны и очень-очень много шишек. Развлечение такое детское. Сегодня мы хотим немного вам показать пляжи Черет. А что тут находится, что тут сдаётся и так далее. Сам Черет небольшой. Тут сдаётся достаточно немного. Есть пару отелей, есть кафе, где можно покушать. То есть, ну, небольшой посёлок такой. Тут почему-то водоросли вынесло очень много мёрчих лапов. Море вынесло очень много мёртвых крабиков. А здесь мёртвые медузы тоже. Всех выбило на берег. Человек пришёл на море, говорит, я мочиться не сильно хочу. Зачем пришла на пляж? Да. Вода на самом деле тёплая, но из-за вашей не хочу мочиться. Солнце спряталось, и ветер такой достаточный прохладный. А-а-а! Мама! Мама! Хороший пляж. Пустой-пустой. Людей практически никого нет, кроме нас. Шезлонгов нет, отлично. А сейчас мы пройдёмся по береговой линии Черета. Покажу вам, что там делается дальше. Алиса у нас сегодня в отказе, плавать не хочет. Ей нравится там прыгать где-то, на катамаране. Подсыхаем и пойдём пройдёмся по всему посёлку. Я поможу, но я хочу здесь поделять. Идём смотреть остальные пляжи Черета. Очень много теней, что немаловажно для меня. И я люблю такие места. Смотрите, это всё Пини, и здесь прям целый лес из этих итальянских сосен. Июнь самый недорогой месяц для того, чтобы снимать жильё в Албании. Мы сейчас живём в Големе, это в ту сторону. И мы снимаем апартаменты. У нас две спальни, гостиная, кухня, ну, туалет, душ, соответственно, и два балкона на разные стороны дома. Мы снимаем за 550 евро за весь месяц. Эти же наши апартаменты стоят 1900 евро в июле и в августе. То есть разница такая очевидная. Но то же самое, в принципе, здесь в Черете происходит. Здесь очень много коттеджей. И тоже всё сдаётся. Здесь хорошо, мне здесь нравится. И самое удивительное, пляжи пустые-пустые. У меня сейчас просто какой-то шок от пляжа. Люди, где люди? Я считаю так, что кому вот спокойный такой тихий отдых нужен, вам однозначно сюда в Черет. Посмотрите на это, где народ? Сейчас мы дошли от того места, где начинаются кафешки и так далее. Сейчас цены покажу вам. Цены, в принципе, стандартные. Вот салаты по 200-300 лек. Паста. Закуски. Здесь такая красивая музыка ветра. Ресторанчики, череда ресторанчиков. Вот такие вымощенные дорожки. В принципе, с коляской и солистиной можно проехать. И мне эти пляжи напоминают чем-то береговую линию Гуа. Съезжай, съезжай. И это середина лета. Я еще такого не видела, если честно. Идем дальше, пройдемся еще немножко. Что? Браслетик? Он такой длинный. У меня только один вопрос. Зачем такое количество шезлонгов здесь, если никого нет из отдыхающих? Может быть, они, конечно, приедут к августу, но сейчас вот так. Очень много кафешек вдоль моря, но они практически все пустые еще. Это Алиандр. Он ядовитый. Нюхать его нельзя. Я думаю, что в августе все это пространство заполнится отдыхающими. Что мне нравится в Турции и Албании, что вот деревья, они оставляют им пространство и не струбают, когда делают какие-то дорожки или что-то строят. Нам нужно учиться. Никого нет, но чей-то бассейн с игрушками и с пляжными вещами, смотрю, стоит. Как по мне, Чёрт очень хороший, уютный поселок, так что лучше всего отдыхать в июне. В сентябре тоже хорошо, я думаю, потому что мне все-таки кажется, что август, вот эти все шезлонги, будет все здесь заполнено. А еще там очень далеко тянется, нам нужно, но мы решили туда уже не идти, потому что там уже начинаются отели и так далее. Мы прошли с детьми, 90% поселка. Дальше уже не пойдем, будем двигать в обратную сторону. Мой вывод такой, Чёрт это однозначно место для тихого, спокойного отдыха, для такого релакса вдвоем, даже без детей, наверное. Вы просите показывать вам цены в кафешках. Вот делаю это сейчас, потому что, если честно, иногда забывают. Все цены указаны в албанских леках, ну, курс можно, конечно, в гугле посмотреть. Идем мы в пиццерию, дети хотят пиццу. Мы пришли кушать, все проголодались. После пляжа Алиса себе заказала бургер со своей любимой картошкой. Очень вкусно выглядит. Пицца в среднем 500-600 лек. Это маленькая считается. Да, это считается маленькая, большая тысяча с чем-то, Олег. Тысячу сто. Кушайте. Можете мне тоже рисовать? Нет. Горячая такая. Сейчас я себе оторву, это горячее. Я тоже хочу с маслинами попробовать. В одном из следующих выпусков расскажу вам подробно все, что нужно знать об отдыхе и жизни в Алмании. Всем пока!